Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сейчас прямой эфир, и в гостях у нас Андрей Артышко. Ты у нас кто? Совладелец, генеральный директор. Да, совладелец. Самый главный. Самый главный, да. Самый главный ПТС Лабо. Александр, приветствую. Да, здравствуй. Дорогие друзья, звоните, пишите. Телефон студии 6510996. В прямом эфире можно задать любые вопросы. Продукт очень популярный, огромное количество людей, которые используют его. У меня, как ты знаешь, ты у нас был в гостях. Да. Мы сами имеем три лицензии от вас, то есть три человека из нашей компании используют продукт. Расскажи сначала, как возникла эта идея. Давай сначала я расскажу, дорогие друзья, в чем заключается продукт. Это продукт для таких, как вы, и таких, как я, людей, которые не умеют программировать. Это продукт, который построен на простых квадратиках. Насколько видел я, в принципе, даже я со своим низким уровнем технического прогресса, я смог, ну, что-то одолевать. Поэтому, если вы, там, не программист на C++, или Delphi, или C-Sharp, или еще что-то, и хотите писать программульки. Почему? Потому что очень часто все ручные торговцы, рано или поздно, они хотят идти в большой бизнес. И зарабатывать большие деньги на роботах, ну, тогда вам дорога в Тесла. Расскажи, Леш, как, ансори, Андрей, расскажи, как пришел ты вообще к этой идее. Ну, издалека начну, чтобы было понятно. В 2002 году окончил учиться в Бауманке. И, в общем-то, годик отдохнул. В 2003 году пошел первый раз поучиться фондовому рынку. Буквально все просто, там, кнопочки понажимать, купи-продай в Квике. Это было, как сейчас помню, курсы были от БКС. Вот. И, соответственно, увлекся всей этой историей, начал управлять, в кавычках, да. Дальше классическая история, там, 50% потерял от депозита. Депозит был небольшой, мягко скажем. Вот. Ну, и дальше встал вопрос, а что дальше? Соответственно, я по роду деятельности из IT-сферы. Вот. Ну, и, собственно, имею техническое образование. И дальше все происходило очень просто. Пробовал разные программы, смотрел, что пишут люди, форумы, общения, встречи и так далее. Сделали для себя, там, софт, некий софт. То есть писался он для себя? Хочу подчеркнуть, это очень важно. Софт писался под себя. Вот. Через какое-то время этот софт разросся, я управлял деньгами. Дальше денег становилось все больше и больше. Ну, просто обыкновенная классика, как у всех. Честно скажу, в какой-то момент просто стало несколько скучно. Просто была некая рутина. Там свои, там, 3-5-10% в месяц ты имеешь. Ну, и, в общем-то, можешь расслабляться. Или дальше ты куда-то отселяешься, да, в какую-либо страну. Либо думаешь, что дальше. И ты решил найти приключение на свою. Да. Немножко, немножко, сейчас, сейчас, секундочку. Я почему-то посчитал, что я смогу и торговать, и писать софт одновременно. Вот. В общем-то, с этой великой идеей я, собственно, все начал. Мы решили софт предоставить для всех. Вот. Тогда, тогда это была некая поделка, да, для себя. Потому что программисты написали для программистов какие-то там штуки. Вот. Их это удовлетворяло, и больше ничего не нужно было. Мы понимали, что если это предложить людям, ну, это не будет продаваться. Люди просто не поймут. Соответственно, потратили там кучу сил и времени. Сделали хороший, на наш взгляд, удобный интерфейс, да. И запустили всю эту историю. Запустили мы это все в 2010 году. Вот. И тут, собственно, начались приключения, да, как я это называю. Резко стало понятно, что ты либо пишешь софт, либо торгуешь. Ну, по-другому у меня не получилось, честно признаюсь. Вот, соответственно, пришлось немножко, некая ломка была, да. То есть у вас в передачах тоже мне нравится вот софт для наркоманов, там наркотики. Трейдинг — это наркотик, но это так и есть на самом деле. Потому что были такие моменты, что я там уезжал в отпуск, море, солнце, и я там с этим ноутбуком, там через каждые три часа таращился в графике и, в общем-то, чувствовал себя замечательно. В какой-то момент просто стало понятно, что ты на один на один с рынком. Ну, и, в общем-то, это рутина, она понятна, этот бизнес понятен. И решили предоставить софт всем остальным. — Ну, то есть ты ушел и стал заниматься ТС-лабом? — Да. — Ты перестал торговать? — Я перестал торговать, потому что я понял, что я не способен. — А почему тогда все-таки возник перевес в сторону ТС-лаба? — Тогда уже перевес был, объясню, тогда уже было столько сил и времени потрачено на историю с предоставлением софта, удобного для людей, что, когда я понял, что либо одно, либо другое, я понял, что нужно доводить дело до конца. — Но, с другой стороны, я увидел, что ты считал материальную составляющую приблизительно. Ты знаешь, сколько в месяц, сколько нужно людей, и я уверен, что ты посчитал материальную составляющую. Неужели материальная составляющая по управлению активом была намного меньше, чем светлое будущее ТС-лаба с большим количеством юзеров? — Я поясню. Уже тогда было понятно, что если я хочу торговать дальше, не один, а это, допустим, сидит какая-то группа людей, ей нужны инструменты. В данном случае, честно признаюсь, сейчас мы преследуем цель, помимо того, что мы продаем ТС-лаб, мы готовим для себя базу. ТС-лаб, помимо того, что он будет коннектиться к России, он будет коннектиться к остальному миру. — Мы с тобой говорили, что вы к лету планируете уже сделать, планируете первый коннекшн к зарубежному брокеру, к контрактным брокерсу, в принципе, одному из самых крупных. — Да, то есть идея простая. Сейчас просто я смотрю, что будет дальше. ТС-лаб — это будет некая техническая платформа для какой-то новой истории, будь то хедж-фонд или просто там какой-то закрытый фонд, который будет обеспечивать технологическую базу для этого фонда. — Ну ты понимаешь вообще, например, на сегодняшний день ТС-лаб обрабатывает, к примеру, 10 самых ликвидных инструментов, а тут Америка — их 5000. — Понимаю. — Ты вообще представляешь, до какой степени это все должно быть развито, с какой скоростью это должно все летать. Плюс не забывай, это задержки в пинах до Соединенных Штатов и все остальное. То есть на самом деле вы столкнетесь с… Это совсем, конечно, другой рынок, да? Но тут вы выходите на конкуренцию, в принципе, с такими большими ребятами, как Вэллс Лаб. — Да, я согласен. — Хотя Вэллс Лаб тоже очень многие ребята, кто пользует, он очень далек от совершенства. Очень. — И соглашусь, нет. То, что сделали ребята из Вэллза, они реально крутые, нам до них очень далеко. Не потому, что мы там какие-то, да? — Нет, я к чему тебе просто говорю, что у меня, ребята, ты знаешь, у нас довольно-таки сильная команда у нас. Ребята сидят, которые на Вэллс Лабе работают, да, и на самом деле нареканий хватает. Я не говорю от себя, я говорю от людей. Притом, ты знаешь, я когда шел сегодня с тобой на передачу, мне конкретно сказали, там, шеф, задайте там вот какие-то вопросы, которые я там задам во второй или в третьей 12 минутке. Но на самом деле тоже и по тому же Вэллс Лабу есть огромное количество нареканий. Нам нету этого, нету того. — Ну, тема молодая, вообще говоря. Вот софт в этой области, тема молодая. Знаю то, что сделано в Вэллс Лабе, это круто. Есть куча ошибок там, куча нареканий, и у нас этого тоже всего много. — И все равно вы не боитесь в конкуренцию лезть? — Нет, не боимся. — Почему? Как ты думаешь, какие у вас преимущества перед ними? — Ну, могу сказать, что как бы в IT-области мы довольно давно, вот наша команда, это в основном айтишники, да, не финансисты. То есть трейдинг случился, ну, просто мне было интересно и вовлек туда людей, да. Могу сказать, что, на мой взгляд, вот чисто технически, чисто технически у нас есть и опыт, и компетенция. — Быть лучше. — Ну, мы поконкурируем. — Или хотя бы просто занять свою долю рынка. — Это еще некий такой, помимо денег, это некий вызов такой. Но мы готовы к этому вызову. — А подумываешь ли ты, чтобы, когда более-менее ты будешь близок к получению хорошего продукта, обратно вернуться к управлению активами? — Ну, я об этом уже и сказал, вот. — То есть ты сейчас просто по-простому готовишь себе тех же там роботов, базу для того, чтобы... — Да, я готовлю базу. — Короче, ты сейчас строишься аэродром для взлета. — Так точно. — И как ты думаешь, сколько времени приблизительно займет у тебя? — Ну, вот смотрите, мы выпустили TS Lab на рынок в 2010 году, да. Вот за три года каждый месяц был рост. Сейчас, честно признаюсь, да, вот... — Я как раз в следующие 12 минут я как раз хочу и поговорить, чтобы ты с точки зрения человека, который продает софт, тоже сказал свое мнение, вот, что сейчас происходит на рынке. Потому что я уверен, что ты, как никто другой, как раз именно задействован, то есть ты тронут от этой экономической составляющей. Дорогие друзья, у нас прямой эфир в гостях. У нас очень интересный гость, основатель компании TS Lab Андрей Артышко. Мы сегодня будем разговаривать о технологиях в нашей индустрии. Звоните нам 6510-996, а у нас сейчас перерыв на новости. — Дорогие друзья, добро пожаловать опять к нам в эфир 6510-996, прямой эфир. У нас в гостях Андрей Артышко, основатель компании TS Lab. Андрюша, еще раз здравствуй. — Добрый день. — А вот ты начал разговаривать, вернее, говорить о том, что... — Спад. Последние три года был постоянный рост, то есть все было резко, быстро. — И весело. — Борзо. — Да. — И весело. И вот ты сказал, когда мы с тобой беседовали, пили чай, что в январе месяце началось. Вот расскажи. — Да, у нас это началось в январе месяце. На самом деле, как я видел, у брокеров это началось... — Раньше? — С августа. С августа. Вот. Я наблюдал за этой картиной и, в общем-то, из разговоров с людьми понимал, что как бы надо готовиться. Вот. И, собственно, январь... Январь вообще такой, да, у нас в России месяц странный, мягко скажем. — Все отдыхают. Все отдыхают, да, никто не работает. И понятно будет, что январь будет никакой. И, соответственно, когда это все произошло еще и в феврале, и в марте, да, вот только сейчас, только сейчас люди стали опять подключаться к Теслабу, да. И, собственно, есть такая нездоровая тенденция, на мой взгляд, да, вот в России, что фондовый рынок, мягко скажем, загибается. Вот. И, конечно, с прошлым годом падает количество подписчиков. В этом плане количество никак не упало. То есть не упало. Не упало, да. Потому что в прошлом году у брокеров почти, вернее, в стране почти в 3-4 раза упали обороты. Да. Да, обороты упали, и это видно по клиентам, и клиентов намного стало меньше. Но, слава богу, да, Теслаб пользует люди, которые уже понимают, да, зачем они в месяц платят денежку каждый месяц, месяц в месяц. Значит, наверное, они зарабатывают. Ну да. Вот. В этом плане у нас, конечно, очень качественная аудитория. Вопрос, тогда сразу перейдем плавно к вопросу цены. Вот многие люди говорят, хотя я тут не сторонник дешевизны, я считаю, что хороший продукт должен стоить деньги, особенно тот продукт, который тебе помогает или зарабатывать, или не потерять, или сделать что-то новое. Как бы русские не привыкли платить. У нас нет такого, понимаешь, у нас только-только сейчас слово сервис входит в моду. У нас не принято платить за это. И многие, например, у вас есть там две программы, там 1300 рублей и 3000 рублей. Да, насколько я знаю, за 3000 рублей. Ну, сейчас я поясню, да. Значит, у нас есть два коннектора. 850 рублей, это в основном у всех брокеров 850 рублей, 1100 это у Финама. Ну, Финам просто берет себе сверху немножко денежку, это его право, ради бога. 3000 рублей это Плаза 2. Коннектор к Плазе 2. То есть быстрый. Быстрый, да. Я считаю, если люди берут такой коннектор, они понимают, зачем они это делают. И, как правило, вопрос 3000 у них не стоит вообще. Что касаемо, вот, люди не готовы в России платить за софт, да, это было так и раньше. Сейчас, сейчас я считаю, что мы, в общем-то, не софт продаем, мы продаем некую услугу, да, чтобы людям... Сервис. Да, сервис. Мы продаем сервис, потому что программа программой, а вокруг программы еще много всего, да. Саппорт, это поддержка, это какое-то развитие, обучение. То есть люди бывают, приходят вообще нулевыми, но с помощью своего упорства, с помощью каких-то своих знаний, прошлого образования, желания люди за полгода, за год перестают терять деньги и начинают зарабатывать хорошие деньги в месяц. Сейчас скажи мне, вот в чем был вопрос, например, средний счет, к примеру, 300 тысяч рублей, да, и даже меньше, это даже не средний, тяжело даже эту цифру посчитать. И получается, что образно, если человек там подключается к плазе, он должен отдать 30 тысяч рублей, то есть 10% по сути дела уходит. Вот откуда пошло слово дороговизна. Когда у человека счет, например, там 3 миллиона, да, и на плазу там уходит 1% годовых издержек, это не страшно. Но почему-то, когда люди, знаешь, начинают люди математически считать. Я считаю, что на самом деле это адекватная цена 850 рублей, это, ну, в Макдональдс сходить два раза. Реально в Макдональдс сегодня пойти, это рублей 300 надо отдать. Ну, я могу сказать, когда я торговал, я вообще не замечал, да, то есть у меня... Ну, у тебя, наверное, счет покорбнее был. У меня было там, ну, я входил там 2-3 раза в неделю, да, и, ну, эти 850 рублей, это было, ну... А как вообще складывалось ценообразование? Ну, на самом деле это было некое пальцем в небо, честно скажу, да, потому что поначалу это было 500 рублей, финал нас датировал для людей, он отдавал за 350, потом это стало 650 рублей, потом 750 и сейчас 850. Ценообразование, ну, как сказать, мы постоянно щупаем, да, то есть нам нужны люди на развитие, и мы видим клиентскую базу. Мы не можем здесь выставить там какую-то супер высокую цену, у нас нету просто рынка. Скажи, пожалуйста, такую вещь. Как ты думаешь, человек технически не подкован с нуля? Понимает просто рынок, вещи по рынку, но не понимает, хочет сделать какую-то программу, но не знает как. Вот, к примеру, не до я, а где-то промежуточная буква, да, например, возьмем L. Приблизительно сколько нужно времени для того, чтобы человек, ну, научился хотя бы писать какие-то простенькие программки? Нет никакой тайны, ну, там, неделя-две, и человек сможет почти любую, почти любую идею быстро реализовывать. Но это еще не говорит о том, что он начнет зарабатывать деньги. Ну, это значит, пока мы говорим только написать. И я знаю, что у вас есть курсы. Да. Как часто они проходят, сколько они стоят? Ну, на сайте tslab.ru в разделе обучения, там, на самом деле, несколько команд, которые эти курсы преподают. Можно зайти, посмотреть, выбрать, пообщаться с ребятами и себе по цене и по качеству выбрать. Я хотел бы обратить внимание, что TS Lab в основном у нас люди, которые приходят на рынок с нуля. И, обращу внимание, через полгода-год они начинают хорошо зарабатывать. То есть, чуда нету, да, через месяц никто, много денег нет. Ну, полгода это чудо, Андрюш. Ну, я считаю, что это не чудо. Полгода-год. Полгода это, как бы, очень короткий срок для того, чтобы начать. Дело в том, что многие люди приходят уже несколько обозленные, да, потому что... Разочарованные более. Разочарованные, да. Вот в метро там, я называю это, как бы, форексные вот эти вот брокеры, которые с рекламой в метро, да, они щипают людей, мягко скажем, да, и они приходят уже обозленные. Вот, когда человек берет TS Lab и перестает терять деньги, это уже для него очень хорошо. Скажи мне, в принципе, хорошего это то, что ты, как никто другой, на самом деле понимаешь то, что нужно людям. Так как ты, как бы, выходишь из трейдинговой среды, да, то ты знаешь, что и сколько нужно людям. Вот из твоего предыдущего опыта трейдера и из теперешнего руководителя компании, которые помогают людям писать программы. Основные вещи, на которые нужно обращать внимание, потому что нашу передачу, в принципе, довольно-таки много людей слушают. И наверняка там сегодня посещаемые странички, но она увеличится, наверное, в несколько раз, потому что обычно так часто бывает. Поэтому такой вопрос. На что в первую очередь нужно обращать внимание? Ну, в первую очередь нужно себе уяснить, что это такая же тяжелая работа, как и все остальные. Всегда есть какие-то проблемы, всегда что-то не получается. Первое, наверное, это усидчивость, да, и некая психологическая такая история. Ты должен настроиться, да, если что-то не получается, не надо, как бы, размазывать там сопли, а просто берешь, каждое утро встаешь и занимаешься. Честно скажу, я даже не знаю, что посоветовать у каждого человека. Ну, я перефразирую вопрос. Люди приходят, с чего им начинать, в первую очередь? Знаешь, как разное, у человека пришел, говоришь, технически я руками торгую, что-то у меня не получается, потому что на самом деле бывают такие ситуации, когда у человека технически руками не получается, но когда он начинает в виде робота что-то писать, дописывать, где-то немножко оптимизировать, то появляется какой-то свет в конце туннеля. С чего начинать? Смотрите, общайтесь с людьми, себе подобными, приходите к нам, на ТС-лабе есть форум, форум открыт, любой человек может что угодно написать и начинайте общаться, начинайте спрашивать. На форуме довольно большое количество людей, которые довольно, как сказать, сильно состоялись в жизни, да, и они помогают, ну, просто потому что им уже хочется делиться, у них уже все есть. Приходите, спрашивайте, читайте, я начинал, я начинал, не было информации вообще никакой, были форумы, был интернет, берите, читайте, общайтесь. Ну, ты же должен понять одну вещь, что многие люди, они в чудеса верят, они думают, вот сейчас они придут, и ТС-лаб будет помощником и решением всех их бед. Чудес никаких не будет. Понятно, ну, хорошо, почему ты тогда думаешь, что вот на люди приходят, которые ничего не зарабатывали, и через полгода у них начинается получать, чем помогает... Я не думаю, это статистика. Хорошо, статистика показывает. Чем помогает ТС-лаб? Это визуальный редактор. Прежде всего, визуальный редактор, и на самом деле вот эти кубики мы сделали для людей просто, чтобы им быстрее войти в рынок. На самом деле в ТС-лабе также можно профессионально писать любой сложности стратегии на C-шарпе. Просто очень интересно получилось в том, что кубики получились нашим основным бизнесом. Люди не хотят учиться, не хотят разбираться, они хотят быстро получить инструмент понятный. Мы им это предоставили. Сейчас немножко другая тенденция началась. Те люди, которым перестало хватать кубиков, они пошли учиться C-шарпу. А сейчас идет совершенно другая волна запросов. Вы C-шарпа тоже обучаете? Конечно. В разделе обучения есть и тот, и тот курс. Понятно. Но надо понимать, да, мы не институт, и за 6 лет, как бы, да, там, люди 6 лет учатся в институте, да, C-шарпу, ну, грубо говоря. Тяжело сказать, потому что помимо C-шарпа учатся еще огромное количество обычно вещей, которые там к C-шарпу никакого отношения не имеют. Ну, шесть лет же человек приходит в институт, уже не учишь шесть лет C-шарп. Понятное дело, нет. Ты же не учил шесть лет. Но, смотрите, это же не просто C-шарп, да, это архитектура программы, это технологии, то есть там много всего. Здесь примерно все то же самое. Но суть не в этом. А суть не в этом. Дело в том, что, как бы, опять же, за неделю, за две C-шарпу не научишься. Естественно, и за месяц, и за два тоже. Да. Дорогие друзья, у нас в гостях Андрей Артышко, основатель компании TS Lab, софта для трейдеров, который помогает хотя бы не потерять, можете заработать где-то деньги. У нас прямой эфир 6510996. Звоните, пишите нам, задавайте вопросы. А сейчас перерыв на новости. Дорогие друзья, у нас прямой эфир. Андрей Артышко в гостях, основатель компании TS Lab. Звоните, задавайте вопросы. Андрюша, еще раз здравствуй. Добрый день. Теперь по вопросам, по вашим планам. У нас как раз есть несколько вопросов от радиослушателей. Максим задает вопрос. Я торгую опционами на российском рынке. Какие планы и перспективы у разработчиков TS Lab, то есть у вас, в направлении опционов? Работа с опционными спредами, автохеджирование и другие возможности для автоматизации опционных стратегий. В прошлом году, летом, познакомился с Алексеем Каленковичем. Просто написал ему, договорились о встрече, и сразу стало понятно, что может что-то завязаться хорошее. Соответственно, развивается сейчас опционный модуль. Он уже делается здесь и сейчас. Летом появятся некие беты. Там будет полностью классика опционов, и там будут технологии, Леша, так скажем, которых ни у кого нет. Мне кажется, это будет интересно для всех. То есть, по сути дела, вы очень близки? Да. Тогда перейдем к некоторым вопросам, которые действительно очень тревожат людей, которые пользуются Таиславом. И я думаю, что попытаемся им ответить в прямом эфире. Основная проблема, допустим, о которой даже мои ребята говорили, и это не первый источник, несколько еще трейдеров говорили об этой проблеме. Это невозможность Таислава тестирования так называемого баскета, то есть группы стаков одновременно. Да, есть такая проблема. Дело в том, что невозможно объять необъятное. Просто не дошли до этих вопросов. Вот все, что касаемо рисков, все, что касаемо портфельного тестирования, все, что касаемо манн-менеджмента, это все будет сделано после опционов. То есть опционы сейчас это первое вне очереди? Да. Да, да, да. Это важно. И после этого только пойдет все остальное? Ну, на самом деле, все это будет готово, когда вот опционы подготовим, будет некая технологическая база, потом это будет сделать все быстро. То есть сейчас реально архитектурно очень сильно переделывается программа в плане вот этих всех наворотов. Вы такая friendly use company, доброжелательная, то есть вы на самом деле, я так понял, и так как я видел, что вы очень часто общаетесь со своими клиентами. У нас на форуме довольно демократическая такая атмосфера, вот, писать может любой что угодно, но при этом, если это идет по делу, если не по делу, то до свидания. Ну, это понятно. Насколько вы как бы дружелюбно относитесь к советам ваших клиентов? Могу сказать, у нас где-то больше тысячи, грубо говоря, записано задачек, вот, все, что люди приходят и говорят, мы складываем. Дальше просто, очень просто идут, так скажем, выбор приоритетов, да. Мы определяем, что мы будем делать, и дальше... В каком порядке это определяется? Мы считаем, то есть у нас некое видение есть, что нужно рынку, но это нами определяется, нашей командой. Ну, то есть невозможно, даже я сейчас не могу зайти и сказать, так, все бросаем и делаем это уже. Все настолько разрослось, что я просто вкидываю, грубо говоря, некие вектора развития, да, а ребята уже... Все это обрабатывают, все это раскладывают, у нас есть план там на полгода, на год, все это делается. А, допустим, ну, вы, естественно, знаете всех ваших конкурентов. Образно. Образно, да. И обращаете ли вы в первую очередь внимание, что есть у конкурентов и чего нет у вас, и идете ли вы в том развитии, в том направлении. Например, если у конкурентов есть что-то, чего нет у вас, то, может, и нет смысла никакого где-то здесь догонять, а лучше пойти в том направлении, чего нет у них. Такой вопрос немножко, немножко каверзный. А то, что... Ну, я просто хочу понять приоритеты, добавок, потому что, например, я знаю компании, в которых, естественно, у вас, как бы, клиент-ориентированный бизнес, и вы обязаны, просто обязаны это ориентироваться на клиента. Да? Смотрите, все, что здесь у нас есть в России, к сожалению, ну, я не вижу здесь достойных пока, да, но ребята подтягиваются. То есть здесь за кем-то тянуться нет, в основном все тянутся за нами. Что касаемо там Велза, да, мультичарца, вот TradingView, tradingview.com, это веб-интерфейс, да, от мультичарцев, которые рисуют графики. Вот это реально круто. Я как айтишник вижу и смотрю, ребята очень молодцы. То есть понятно, что в плане каких-то технических штук мы видим тренды, и мы за ними тянемся. Вот, а что касаемо, что касаемо, что делать, ну, понятно, опционы все просят, будем делать опционы. Ну, то есть это... То есть, по сути дела, вот я понял, мы, в принципе, пришли к тому, что на сегодняшний день самые востребованные это опционы, вы поэтому и двигаетесь в этом направлении. Следующее направление — это зарубежные рынки, потому что количество подписчиков там не растет в той скорости, как бы вы хотели, и, скорее всего, получается, что вы в первую очередь будете как раз идти туда, где есть движение. Есть еще третье направление — это отвязные от оси времени графики, да, это вот футпринты, марки дельты. И эта тема такая тоже горячая, и вместе с опционами мы переделываем некий движок рисования в TS Lab, будем рисовать и это. Это тоже спрашивают. Просто когда к опционам мы прикрутим визуальный редактор, и к этим графикам, там, я не знаю, объемные свечи какие-нибудь, да, прикрутить визуальный редактор и посмотреть, что будет, вообще говоря, такого нет ни у кого. Нам самим интересно. Может быть, будут появляться какие-то новые алгоритмы, новые подходы. Вот ты сам, помимо того, что есть разработки, ты сам, например, занимаешься, там сядешь, иногда пару роботиков попробуешь написать? Не успеваю уже, честно отвечу. То есть, сугубо, ты занимаешься сугубо разработками? Я занимаюсь сугубо сейчас административной работой, даже не разработками. Ну, понятно, есть одно количество людей, которыми ты заправляешь, и твоя задача... Чтобы все было хорошо. То есть, ты, как ты пришел, да, ты начал контролировать, ты сказал, вот у меня все здесь на iPad, и я все контролирую. Я все вижу, да. У нас есть звонок, Александр у нас прямо в эфире. Александр, добрый день. Здравствуйте. Александр, приветствую. Вопрос такой, а с какими терминалами работает у вас продукт? Ну, допустим, там, Квик вы сказали, а вот тот же самый MetaTrader или еще что-то такое? Смотрите, понял вопрос. Если зайти на сайт slab.ru, там прямо на первой странице можно увидеть брокеров, через которых мы работаем. Мы не работаем через MetaTrader, ну, нет такой необходимости. Мы работаем напрямую с серверами брокеров. В принципе, MetaTrader используется огромным количеством форексных брокеров. И вообще количество людей, которые, в принципе, работают на форексе, торгуют на форексе, их огромное количество на самом деле. Согласен. Да, и это люди, которые вдохновляются вот этой огромной мечтой больших заработков с огромными плечами. В принципе, Александр задал очень хороший вопрос. Почему бы вам не двинуться тоже в ту сторону, потому что это территория как бы России? Я понимаю, что очень многие на MetaTrader пишут, и насколько я знаю, что там тоже довольно-таки нетяжелый интерфейс в плане написания роботов. Почему бы вам не написать что-то под MetaTrader? Ну, дело не в MetaTrader. Мы найдем, как работать с каким-либо форексным брокером. Дело, вообще говоря, в подходе этих форексных всех ребят. Пока как-то не хочется даже политически со всем этим связываться. У меня такое отношение к всему этому не очень здоровое. Но здесь тяжело. У тебя нездоровые отношения именно к форексным брокерам, но мы говорим о трейдерах. По сути дела, ты поможешь молодежи, которые выходят на форексный рынок, у которых не получается, получить так называемый молоток или инструмент для того, чтобы стать лучше. Я понял. У нас в России, так примерно, я посмотрел, есть один более-менее вменяемый брокер на форексе, да, это WTB24. Но они не очень хотят нас видеть, это некая такая закрытая организация. А что касаемо вообще форекса глобально, ну появится интерактив брокерс, коннектор, будет людям форекс и все остальное. Ну да, и фьючерс, и все остальное. Хорошо, давай тогда поговорим именно о составляющих. Первый путь, вот нас сегодня слушает энное количество радиослушателей. Вот человек заинтересовался, да. По-простому можно назвать, если я что-то некорректно скажу, ты меня подкорректируй. TS Lab это по-простому так называемый конструктор, где человек, который разбирается в запчастях, может из этого конструктора собирать какие-то вначале легенькие модельки и в дальнейшем с... Сложные. Да, в процессе обучения я... правильно? Правильно. Обычно как это работает, с чего вот обычный человек, который сегодня нас услышит, который торгует руками, но который думает, что его стратегия может быть формализована, потому что как бы есть очень дискреционные стратегии, ну которые очень тяжело формализовать. На самом деле, там что-то изменить, что-то добавить. Например, вот мы писали одну модельку по TS Lab, и там был очень, как сказать, неполитически корректный риск менеджмент, управление именно позицией. То есть там каждый раз, когда сделка терялась, то есть там менялся риск. И мы в TS Lab не смогли запрограммировать. Когда будут опционы, здесь все будет в порядке. То, что мы с тобой говорили. А что нужно? Да, вот я послушал передачу, мне понравилось то, что говорил Андрей Артышко, я зашел на TS Lab страничку, мне очень понравилось, что там есть, и я задаю себе вопрос. Ну, для начала берете софт, ставите, дальше выбираете брокера. Демо-режим есть? Есть. Сколько? У разного брокера по-разному. Ну, приблизительно. 30 дней? Приблизительно там неделя, две, месяц у кого-то. А, неделя, две месяц, понятно. Ну, по-разному. Так, взяли демо пару недель. Взяли демо пару недель, более того, софт, если данные идут реалтайм, не реалтайм, просто исторические данные, он бесплатный, да, то есть вы можете погружаться в эти кубики хоть годами. Вот, пожалуйста, берете, скачиваете. Дальше, что самое важное, ну, в TS Lab невозможно терять денег, много, да, если вы их теряете. Красиво ты сказал, невозможно терять денег, много. Да, ну, потому что люди приходят там и сливают за 2-3 месяца депозит, и потом очень сильно удивляются. Вот TS Lab, там все кнопки нацелены на то, чтобы люди деньги не теряли. Как только они научатся. Что значит все кнопки нацелены, чтобы люди деньги не теряли? Там идеология такова, что если сливается депозит, да, у тебя там много всяких заградительных историй. Ну, невозможно его. Ну, например, там элементарные там стоп-лоссы. Сейчас сделали интересный модуль, сейчас сделали интересный модуль, риск-модуль так называемый. Это некий ошейник на TS Lab, где ты можешь поставить фильтр, допустим, если 3% дредаун в день, у тебя просто блок, сделки дальше не идут из TS Lab. Ну, то есть это так называемый риск-менеджмент. Да, риск-менеджмент. Во многих проб-компаниях это сделано, и вот мы для наших клиентов это сделали. Зачем это так же? Мы планируем летом магазин торговых стратегий. Если люди покупают чужой контейнер, чужой алгоритм, они будут защищены этим инструментом. А вы не занимаетесь тем, что продаете готовый алгоритм? Мы не занимаемся, мы просто не успеваем. А вообще я просто знаю, что есть огромное количество, не огромное количество, а есть конторы, которые как раз именно конкретно этими занимаются. Это пишут там роботов под заказ. И у вас нет такого сервиса. Если, например, человек говорит, мне нравится TS Lab, мне нравится его коннектор с Квиком или с Транзаком, давайте я вам дам, вы в принципе гораздо быстрее напишите для меня. Есть такое. На самом деле на форуме есть уже некий рынок, где люди сами между собой договариваются. Здесь вопрос другой. Одно дело Андрей Артышко, основатель TS Lab, порядочный человек, у которого есть сзади имя. И другое дело простые пользователи, которые есть на форуме. Хороший вопрос. Я думаю, что у нас будет некая модерация. Если будет лейбак проверено TS Lab, естественно... У нас сейчас будет следующая 12 минутка. Я как раз хочу, чтобы ты сказал, что все-таки означает это проверено TS Lab. Дорогие друзья, у нас прямой эфир с Андреем Артышко, основателем компании TS Lab. Очень полезный для вас прямой эфир. Звоните, пишите, ответим на вопросы. А сейчас перерыв на новости. Дорогие друзья, у нас прямой эфир по-прежнему. 6, 5, 10, 9, 9, 6. Задавайте вопросы в устной форме, в письменной форме. У нас в гостях Андрей Артышко, основатель компании TS Lab. Андрей Артышко, еще раз. Добрый день. Закончили мы предыдущую 12 минутку. У нас со словами «Проверено TS Lab». Как вы собираетесь проверять вот этих ребят, которые берутся непонятно откуда? Ну, хорошо, вы как бы открываете счет, вы приблизительно знаете, кто это. Но как вы собираетесь проверять? Слово «Проверено TS Lab» означает ответственность на вас. Да, конечно. Если люди будут готовы открывать свой алгоритм, ну, мы будем смотреть просто, да, что они как написали. Если они не будут готовы открывать, ну, просто будем out of sample, как говорится, делать, тестировать, смотреть, вот, ну, и писать выводы некие свои. Дальше вот это место, оно будет нами управляться, да, если пришел человек, непонятно откуда взявшийся и что-то там выложил, понятно, что будут некие рейтинги, будут некие рейтинги контейнеров и так далее. Потому что на форуме сейчас уже довольно много людей, которые… Друг для дружки. …что-то пишут. И более того, есть уже некие такие основательные люди с именем, да, если они что-то сделали и что-то выложили, ну, уже понятно, кто это, что можно покупать. Понятно. То есть вы, в принципе, помимо всего того, что вы предлагаете, вы будете так называемой площадкой для того, чтобы покупатели и продавцы могли вместе… Да. …работать под эгидой TS Lab. Да, да, мы хотим сделать на TS Lab.ru некое место, где будет некое движение, да, людей. То есть почему бы вам это как бы не сделать, а вы, наверное, это делаете, почему бы вам не локализовать как раз вот этих ребят, то есть которые уже на сегодняшний день, например, завоевали себе хорошую репутацию и образно, блять, брать себе в виртуальную команду. То есть человек хорошо работает, он очень хорошо изучил TS Lab, у вас своих боевых сил не хватает, почему этого человека не взять. Все для этого делается, да. То есть этот магазин, он, собственно, будет для этих ребят давать возможность зарабатывать еще больше, помимо трейдинга, да. А вот. А те люди, которые только пришли, они могут взять, скачать, запустить и все, и понеслась. Дальше сиди, разбирайся с этим TS Lab, потому что это очень затягивает. Насколько тяжело написать приблуду, который будет подключаться к какому-то другому, доселе вам неизвестному, либо брокеру, либо сервису? Недолго. Это где-то месяц работы и месяц тестирования. То есть приблизительно два месяца. То есть, например, сегодня взяли Interactive Brokers, если взяли завтра, например, какую-то другую компанию, к примеру, там, Mirus Futures или еще каких-то других ребят. Месяц два. То есть если вы видите, что там действительно есть какое-то энное количество юзеров, которое действительно может к вам прийти, то... Будем делать. Экономически выгодно. Да. Понятно. То есть на сегодняшний день, я так понял, организация, которая с вами на сегодняшний день работает, может, например, вам предложить энное количество юзеров взамен на то, что вы напишите какой-то коннектор, да, приблуду к ихнему сервису или еще к чему-то. Да, люди обращаются постоянно. Я понял. А версии, которые будут Interactive Brokers и все остальное, они будут на английском языке? Да. Локализацию уже сделано. То есть можно сделать несколько языков? Уже все сделано, да. Пока будет английский. Дальше, в зависимости от локации, куда мы пойдем, будут появляться языки. Тогда опять поговорим, потому что это было большое количество вопросов, как люди говорят. Зачем мне нужно это, когда есть, например, Велслаб или Мультичартс? Какие-то профессиональные различия, что есть у них, чего нет у вас, и что есть у вас, чего нет у них? Ну, сразу скажу, что Велслаб и Мультичартс — это крутые ребята, да, они намного раньше начали, да, мы в 2010 начали, они там 10 лет раньше до нас. Понятно, что они крутые. Чем тогда вы пытаетесь взять? Визуальный редактор, качество обслуживания, сервис. Дело в том, что эти ребята сюда в ближайшее время не придут никогда. Ну, и им не очень выгодно. Они в упор не видят, здесь рынка нет для них, да, и если вы посмотрите стоимость софта, которая там, ну... Нет, ну, Велслаб, в разы дороже. В разы, я об этом и говорю, я об этом и говорю, что они сюда не придут, ну, по моим так прогнозам, я не вижу, зачем они это делают. Ну, вы должны понять, Андрей, что если вы пойдете на зарубеж, а когда вы пойдете на зарубеж, то вы столкнетесь с огромным количеством костов, потому что 3-4 тысячи бумаг очень дорогостоящие фьючерсные данные, очень дорогостоящие. Я тебе просто говорю, то есть элементарная подписка, вот у меня на eSignal, да, полная подписка там по всем фьючерсам, почти 700-750 долларов в месяц, только как бы один юзер. А, естественно, цифра, которую вы захотите брать с клиентов... Она будет там выше. Да, и даже не на порядок, а в разы. Да. Вы не считали приблизительно, сколько она может обойтись? Ну, пока я не готов говорить о цифре. Вот, я понимаю, что будет довольно серьезное вложение в саппорт, да, в людей, которые будут поддерживать все это на английском языке. Будет довольно серьезное вложение в деньги в выход туда, да, то есть мы просто туда так и зайдем. То есть если, да, исторические данные можно купить недорого, они недорогие, вы можете там подписать договор там с тем же IQ-фидом, там не такие как бы высокие цены. Но все, что касается real-time data, то она в Америке очень дорогая. Вот вопрос, как вы сможете это все тянуть? Ну, постепенно как. Так же, как и начинали в 2010-м здесь. А вы когда будете подписывать Interactive Brokers, вы хотите начать, к примеру, с акций, фьючерсов или что-то другое? Будет все вместе. Сначала это будет Forex, потому что он самый простой. И дешевый. И дешевый. Кокировки ничего не стоят. Потом будут акции фьючерсы, и потом, когда будут опционы, подтянем опционы. Вот опционная история на самом деле, мне кажется, самой интересной. Почему? Ну, мне кажется, за этим будущее. Зачем? Будущее и возможность людей зарабатывать. За опционами? Да. Ну, тогда ты ставишь ставку на то, что люди, которые торгуют, они безумно умные и очень сильно интеллектуальны. А мы им расскажем, как это делается. Ну, тут такой очень спорный вопрос, потому что, в принципе, та же книжка, седьмая серия, да, которая, когда я сдавал экзамен на брокера, почти 50% книги строятся на опционах. И это звучит очень здорово, очень весело, но это очень нелегко. Ну, мы будем, как это, просто о сложных вещах объяснять и рассказывать. Тогда, если взять ТСЛАП как направление, значит, направление номер один — обучение. Обучение. Чему вы хотите обучать? Ну, у Алексея некое свое видение там всей этой истории, да, по опционам. Вот. И, собственно, будет с нуля, будет с нуля объяснено людям, что такое опционы. Зачем им вообще этот ТСЛАП? Калинкович огромный привет, на самом деле. Считаю, что он очень обаятельный человек, очень умный, на самом деле, и очень интересный. Да. Поэтому я думаю, что на самом деле сотрудничество, вы в сотрудничество взяли очень хорошего человека. У него есть, в принципе, великолепный характер, насколько я заметил, он очень честный. Честный, и он готов делиться с людьми. Например, когда у него плохо, он говорит плохо. Как бы не идет, я не заработал. То есть у него нет момента, когда он говорит, что все шикарно, я там мега, когда тяжелая ситуация. И с таким человеком, на самом деле, одно удовольствие работать, на самом деле. Да, так точно. Мне кажется, будет хорошая синергия, потому что ему нужны технологии, да, и команда, которая эти технологии делает. А нам нужны его знания. И как бы тут все честно, мы на этом-то, в общем-то... Ты вот не поверишь, как раз под нашу тему у нас вопрос. Так. Андрей, извините, пожалуйста, Сергей из Москвы задает вопрос. У вас закрытая группа соратников, разработчиков, или, в принципе, к вам можно прийти на работу, программист с улицы? А то вот у меня такая дилемма. Или постоянно программировать себе примочки, или, собственно, торговать? Хороший вопрос. Ну, во-первых, мы открыты всегда. Мне можно написать на контакты slab.ru в нашу поддержку. До меня все доходит. Если вы хотите к нам прийти поработать, пожалуйста, офис открыт. Приезжаем, знакомимся, беседуем. Дальше видно будет, да? Вот. А что касаемо технологий, сейчас многие люди на нас переходят почему? Потому что у нас много коннекторов, у нас саппорт, который все это поддерживает. И люди, которые накрутили, навертели каких-то своих историй, да, они просто тратят больше времени на разработки, чем на сам трейдинг. Поэтому тот же самый Алексей, да, вот у него есть там свои разработки. Ему проще перейти на TS Lab, и он хочет это максимально быстро сделать, потому что то, что у него сделано до нас, уже, ну, никак дальше развивать невозможно. Если только сам не будешь знать систему. Да. То есть у него, в принципе, простой шкурный интерес — это сделать софт под себя. У него такой же подход. Это нормальное явление. Такой же подход, как и у меня. Нужна технология, да, и вот ему будет база. Эта база будет выходить на разные рынки, эта база будет поддерживаться профессиональной командой. Ну, технологическая база. Ну, и будет развиваться. То есть его-то задача, его задача не о софте думать, а его задача об алгоритмах думать. Мы этому ему предоставим. То есть к лету приблизительно должно быть... Да. К лету получится некие бета-версии, вот. А осенью, я думаю, мы планируем вместе с обучением все это предоставить. Обычно, как ты, мы уже говорили на эту тему, обучение есть там недельное, двухнедельное, трехнедельное, да? Сколько? Ну, если не заходить там на Тейслаб, а своими словами сказать. Алексей, Алексей сейчас думает обо всем об этом, вот. Честно говоря, не думаю, что мы за неделю что-либо научим, да, нормальным. Я думаю, что это будет там месяц-два, что-то как-то так. Просто когда люди получат некий инструмент, там, формулу-1, да, простой человек получает, но он там садится в эту формулу-1 и не знает, что делать, но не уедет он никуда, да. Вот, если мы такие навороты людям даем, эти навороты надо объяснить. И самое главное объяснить, как с помощью этого зарабатывать денег. Ну, тогда такой вопрос, например, у вас там огромное количество подписчиков и вы их со стороны видите. А самые быстрые ребята за сколько одолевали? Вот пришли с нуля полностью, есть какая-то идейка и прошли энный курс обучения и начинают. Если люди подготовлены, и они уже торговали. Подготовленные трейдеры, не подготовленные программисты. Я трейдер, но я абсолютно очень далек от программирования. Ну, наверное, я бы сказал, цифры такие, там, где-то 3-6 месяцев. То есть 3-6 месяцев, это когда человек уже начинает понимать. Да. Ну, ты мне говорил, что обычно люди первое время задают огромное количество вопросов, и потом через определенный прожиток времени до них не достучишься. Да, а у них все хорошо. Зачем? Вопрос безопасности. Мы открыты. Отвечу просто. Если мы начнем что-то там чудить, да, вот в Финам я пришел в 2010 году, сразу был первый вопрос, безопасность. Вот. Сейчас бизнес настолько разросся, он стал настолько большим, что если мы начнем что-либо там, какие-то вещи творить, да, но мы просто бизнес потеряем. Нам это невыгодно. Ну, ты же понимаешь, здесь такое, у вас там, например, есть энное количество подписчиков. Если вы возьмете 20-30 хороших идей, то они 100% будут давать математически гораздо больше денег, чем дают подписчики. Ты пойми, это не передача и там разоблачения или еще что-то. Я просто хочу знать, потому что этот вопрос задают все, когда люди приходят, говорят, где моя безопасность. Дело не в алгоритмах. Алгоритмы, в общем-то, нами все известны. Ну, так вот, по чесноку у нас их очень много. Дело в подходе. Что с этим дальше делать, да? Да, но получили мы эти алгоритмы. Дальше нужно строить некий трейдерский отдел, который будет все это торговать. Но мы будем это делать, когда мы дозреем. Сейчас просто силенок на это нет. То есть пока своих идей с головой хватает. Да, очень много. Воровать чужие идеи. Но, если честно, я как бы видел, конечно, несколько там светлых каких-то новых историй. Да, но в основном чуда нет. Все понятно и так. Все практически то же самое. Дорогие друзья, у нас в гостях сегодня был Андрей Артышко. Наша передача подходит к концу. Андрей основатель компании TS Lab. Я думаю, что просто ради интереса, для того, чтобы просто хотя бы взять демо и посмотреть, что это такое, перед тем, как сделать какие-то выводы, вы можете зайти на страничку компании TS Lab. На самом деле, огромное количество людей, которых я знаю, пользуются этим. Андрей, тебе огромное спасибо. Всем спасибо. И если вы хотите найти Андрея в доступе, пожалуйста. Вам всем удачи и всего доброго.